Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и на канал в ютюбе невроза мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, здравствуйте. Ну что же, часть вторая. Мы продолжаем образовываться о неврозах, панических атаках и сегодняшнее видео о том, как связана вегетососудистая дистония и преславутые панические атаки. Итак, мы сегодня разберем типичное заблуждение или типичную ошибку, которая гласит и звучит примерно так. Так, вегетососудистая дистония приводит к паническим атакам. Пока я не вылечу вегетососудистую дистонию, у меня будут приступы панических атак. Ну что же, давайте разбираться. На самом деле это еще одно заблуждение. Чтобы разобраться в этом вопросе, надо прежде всего понять, что такое вегетососудистая дистония и что такое панические атаки. Что такое панические атаки? Смотрите часть первую. Там я очень подробно рассказал, если коротко, панические атаки – это физиологический выброс адреналина, который вы себе командуете от незнания того, что с вами происходит. У вас включаются в голове, скажем так, защитные психологические механизмы «беги» или «спасайся» под действием адреналина. Не буду сейчас повторяться. Смотри первую часть, что такое панические атаки. Далее мы будем говорить об упражнениях, которые надо делать для того, чтобы с этой проблемой справиться. Но сегодня мы поговорим о связи ВСД и панических атак. Итак, что же такое вегетососудистая дистония или что же такое вегетососудистая дисфункция? Ваш покорный слуга с 2011 года снимает видео и был первым в России блогером, который стал освещать эту тему. Посмотрите канал Невроза Мегаполиса, архив, там все об этом вы найдете. Или смотрите это видео, которое еще раз вам объяснит, что это такое. Во-первых, надо понять, что это, скажем так, проблема нашей медицины. Это проблема российской медицины. Это проблема, в принципе, диагностики и такой проблемы, которая называется, как етрегиния. Это когда слова врача ухудшают течение болезни пациента. Во нашем организме есть, проще говоря, педали газа и тормоза. Одна часть разгоняет, другая часть тормозит. Вегетососудистая система – это нормальная система организма, которая призвана где-то ускоряться, где-то тормозиться, где-то пот, где-то озноб, где-то сердце быстрее и давление больше, где-то сердце медленнее и давление меньше. То есть, сама по себе вегетативная нервная система – это система, которая пронизывает все органы и все системы вашего организма для того, чтобы они функционировали. Так вот, что же такое дисфункция с точки зрения медицины? Дисфункция – это тогда, когда человек жалуется на определенные жалобы, ком в горле, тахикардия, экстрасисты, мурашки, озноб головокружение, слабость, диарея, перепад артериального давления, ощущение какого-то внутреннего недомогания и так далее. При обследовании этого пациента не находится реальной какой-то клинической патологии. И тогда принято считать, что человек жалуется на вегетососудистую активность. Вот эта вегетососудистая активность при отсутствии конкретной органической патологии принято называть вегетососудистой дистонией или самотофорной дисфункцией вегетативной нервной системы. И это абсолютно правильное название и абсолютно правильная коннотация фактов. Но есть очень большая проблема. В действительности дистонии нет. Потому что вегетососудистая активность, которую испытывают наши пациенты, она прямо пропорциональна его эмоциональному внутреннему фону. То есть врачи изначально рассматривают вегетососудистую активность по делу. Они говорят, если у вас есть вегетососудистая активность, у вас должна быть какая-то либо физическая, либо эмоциональная проблема. Но человек приходит и говорит, у меня нет никакой физической, эмоциональной проблемы, но у меня какая-то проблема с сердцем, или желудком, или кишечником, или с дыханием. Я не могу понять, что со мной происходит. Врач говорит, но у вас просто сбой вегетососудистой системы. Но на самом деле это не сбой. Ваша вегетососудистая система действительно находится в определенном разном балансе. То выше, то ниже, то активнее. И вам кажется, что это беспочвенно, просто дома, просто на улице. Но на самом деле, смотрите, что происходит. У человека есть определенная какая-то жизненная ситуация или обстоятельства жизни. Причем они тянутся примерно 3-6 месяцев, может быть дольше. То есть, 3-6 месяцев человек находится в состоянии какого-то дистресса. Это принятие решений, это отношение с мужем, с женой, это отношение с самооценкой, зависимая ситуация с парнем, зависимая ситуация от мужа. Это всевозможные дистрессы с точки зрения эмоциональной обреакции. Но вы не придаете этому значения. Все это дело начинает затягиваться. И вот это начинается уже наше с вами невротическое состояние. Потихонечку напряжение нарастает. И в какой-то момент случается последний пик, последняя капля. Это может быть пахмель, это может быть какой-то стимулятор, это может быть ссора, это может быть чашка кофе утром, это может быть просто какой-то кризисный момент. И в этот последний момент капает последняя капля. И вы начинаете испытывать телесную какую-то астеническую компоненту, которая называется вегетососудистая активность. То есть, здесь вегетососудистая активность – это обычное проявление какого-то эмоционального накопившегося состояния. Но проблема в том, что вы этого не понимаете. То есть, вы не понимаете, почему у вас вдруг какое-то странное состояние. У вас возникает вопрос в голове. И этот вопрос заключается в следующем. Что со мной? Потому что вы едете в метро, потому что вы едете на работу, вы просто моете посуду, и у вас вдруг в ногах, в руках какое-то спазматическое состояние. Вам кажется, что вы потеряете сознание, или вот-вот вы начинаете думать, что вы умираете. Потому что вы вдруг испытываете на ровном месте странное состояние. Вот это странное состояние и есть вегетососудистая реакция на тот накопившийся стресс, который на самом деле уже у вас какое-то время имеется. Поскольку мы с вами не образованы в том, что вегетососудистая система может давать вот такие феномены из-за накопившегося стресса, скажем так, мы пугаемся. Потому что у нас возникает в голове, как правило, несколько вариантов. Первый вариант – это то, что мы умираем. Второй вариант – что мы сходим с ума. Третий вариант – что мы теряем контроль. И четвертый вариант – что это шизофрения. Умираю, схожу с ума, шизофрения – теряю контроль. Как правило, вот эти мысли приходят нам в голову в ответ на вопрос «что со мной?». И этих самых мыслей мы начинаем пугаться, выбрасывается адреналин и возникает паника. Вот вам и вся схема. Итак, я ее повторю. У человека в жизни затяжные какие-то обстоятельства с мужем, женой и с прочими обстоятельствами. Они тянутся, тянутся, тянутся. Самооценка и так далее. Возникает напряжение. Напряжение вдруг проявляется естественным образом по телу. Мы задаем вопрос «что со мной?». Начинаем думать о том, что у нас либо инфаркт, либо инсульт, либо сумасшествие, либо потеря контроля. Либо вы сходите с ума и сейчас сделаете что-то. От этого образа, который вы трактуете, что с вами вы испугопугаетесь. От испуга выбрасывается адреналин. Адреналин вы опять не понимаете. То есть, у вас выбросился адреналин. Вы опять говорите «что со мной?». И у вас на ответ «что со мной?» в виде действия адреналина – ответ очень простой. Смерть. Или вот оно. И вот так возникает паника на фоне вегетососудистой активности. Поэтому на самом деле считать, что вегетососудистая активность, дисфункция привык к паническим атакам – и верно, и неверно одновременно. Верно с точки зрения вот этой схемы, что сначала невротическое состояние, а затем вегетососудистая активность, неправильная трактовка состояния, образ от трактовки, испуг выброса адреналина и паника. Соответственно, мы можем эту же схему разделить. Человек может испытывать общее невротическое состояние и общую вегетативную активность, но либо каким-то образом не пугаться этого, либо пройдя какое-то обучение, он раньше пугался, а больше не пугается. Это по работе с паническими атаками. Смотрите, часть третью – работа с панической атакой. То есть, если вы пугались, основная задача будет не пугаться вот этого состояния и разомкнуть эти рефлексы. Но у вас останется вегетососудистая активность, потому что есть основное напряжение. И пока мы не устраним вот это основное напряжение, ваша вегетососудистая активность будет активна. Но вы не будете ее пугаться. Поэтому здесь и да, и нет. Может быть вегетососудистая активность из эмоционального состояния без панических атак, и у вас могут быть даже панические атаки уже без такой яркой вегетососудистой активности. Например, когда уже сама по себе вегетативная активность не такая яркая, но вы просто боитесь вот этого некого состояния, которое вы не понимаете, вы просто боитесь вот этой паники, и ожидание этой паники вызывает уже само напряжение вегетососудистой активности. То есть, у вегетососудистой активности будет уже здесь два варианта. Либо оно изначально из-за напряжения, либо оно уже из-за ожидания панической атаки. Либо и то, и то. Таким образом, вы замыкаетесь в этот порочный круг. О том, как работать с привычкой себя пугать, а паническая атака – это привычка себя пугать, смотрите в третьей части. Итак, подытожим. Вегетососудистая дистония – это не болезнь. Вегетососудистая активность – это, как бы это ни звучало странно, здоровое проявление эмоциональных расстройств, которые называются тревожными расстройствами по классу неврозов. Лечить вегетососудистую активность невозможно. Таблеток от вегетососудистой дистонии нет. Это то же самое, что лечить потоотделение при сдаче экзамена. Вы же не говорите, что у вас вегетососудистая дистония, когда вы потеете на экзамене, простите. Вы говорите, я нервничаю. Ну, вот и здесь надо сказать, что я нервничаю. В целом нервничаю по жизни, в целом переживаю по каким-то обстоятельствам, поэтому у меня вегетососудистая активность. Тогда у вас есть хорошие шансы. Поэтому запоминайте. Никакого ВСД лечить не надо. Надо научиться не бояться этих состояний. С помощью техник смотрите в третьей части и обязательно разбираться в тех обстоятельствах жизни, которые у вас происходят и происходили в затяжном периоде. Конечно, это не связано с Меркурием, это не связано с положением звезд, это не связано со сглазами, это не связано с порчей, это не связано с тем, чтобы кофе просто перепили. Потому что даже если вы здесь просто выпили много кофе, то у вас все равно была уже эмоциональная проблема. От кофе, который пьют по всему миру, неврозы не возникают. Неврозы возникают от эмоциональных реакций на текущие события или на события из прошлого или тревожная оценка будущего. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. Смотрите третью часть, задавайте вопросы. Всегда помогу, чем смогу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.